Слышь, Тимур, а что лучше, Сникерс или Марс? Давай Сникерс. Тимур, может быть сравним их? Ты же обещал. Да не. В этом сравнении, как и в прошлом, я не вижу особого смысла начинать с истории. Ну, не пойдете же вы покупать Сникерс только потому, что он появился раньше. Ведь есть много других причин, чтобы купить Сникерс. И ровно столько же причин есть, чтобы купить Марс. Ну ладно. Так, чисто для справки я скажу, что Сникерс появился в 1930 году. Его придумал Фрэнк Марс. По совместительству он и основатель компании Марс и создатель Сникерса. Марс, не который фирма, а который батончик, был придуман в 1932 году. И его придумал Форрест Марс. Ну, точнее, как придумал. Он просто взял уже успешный к тому моменту батончик Милки Уэй, который появился в 1923 году. И решил просто добавить в него карамель. С названием он особо тоже не заморачивался и просто решил дать название батончику своей фамилии. Марс. Так что Форрест особо над своим батончиком не заморачивался, а просто взял и скопипастил Милки Уэй. Милки Уэй, кстати, придумал наш старый знакомый, кто бы вы думали, Фрэнк Марс. Отец Форреста Марса. То есть юный Форрест украл рецепт не у кого-то там, а у собственного отца. И особо не заморачивался с названием, просто назвал батончик своей фамилией. Возможно, даже не переговорив об этом с отцом. Другое дело Сникерс. Фрэнк Марс, наученный опытом от Милки Уэя, знал, что батончику нужно дать какое-то оригинальное название. Но, по сути, тоже особо с ним не заморачивался. У семьи Марс была коллекция лошадей. Точнее, наверное, это стоит назвать не коллекция. Ну, неважно. В общем, у них были лошади. Он просто сделал вот так и попал на лошадь, которую звали, как вы думали, Сникерс. Ну, вот, собственно говоря, и все. Наверное, на истории стоит закончить. Стоит отметить, разве что в Сникерс со временем стали добавлять, помимо арахиса, еще и фундук. И специально для России добавляли семечки. А в Марс ничего не добавляли. Меняли только внешний вид упаковки и рецептуру. Притом не в большую, а в меньшую сторону. То есть, батончик становился все меньше и легче, а цена все росла, росла, росла. Но в итоге сейчас батончики стоят абсолютно одинаково. Но при одинаковой цене в Сникерсе все-таки есть орехи, а в Марсе их нету. Кстати, именно этот фактор сделал Сникерс очень популярным. И даже в Советском Союзе его называли снэк-полноценный обед. Что из этого вкуснее, сказать однозначно нельзя. Поэтому я спросил у вас, и вы в группе ВКонтакте все писали, писали и писали ваше мнение по этому поводу. Я толком так и не понял, что вкуснее, но смог уловить несколько мыслей из ваших сообщений. Основным аргументом в пользу Сникерса были орехи. Мол, типа, орехи это круто, орехи это полезно, и Сникерсом можно наесться благодаря орехам. С другой стороны, вы говорили, что вам не нравится Сникерс, потому что в нем орехи. Мол, типа, орехи это нифига не вкусно, мне орехи вообще не нравятся, и это вообще не полезно. То есть, как бы получается, орехи в Сникерсе это и плюс, и минус. Запоминайте, орехи это полезно. И вообще, орехи это по сути единственное, что отличает Сникерс от Марса. То есть, без орехов Сникерс был бы такой же конфетой, как и Марс. А с орехами Сникерс это реальный крутой батончик. Среди ваших комментариев было очень много сообщений на тему того, что Марс слишком сладкий. А Сникерс с орехами клевый, и можно реально перекусить. В то время как Марс можно пить только с чаем. И это действительно так, под чаем он идет довольно-таки неплохо. Короче говоря, тут зависит все от того, что мы сравниваем. Если мы сравниваем батончики, то у нас побеждает Сникерс. А если мы сравниваем конфеты, то побеждает Марс. Но мы сравниваем батончики, поэтому побеждает Сникерс, а с Марса нужно пить чай.